Покроется небо Мояにちは Как начинает semaine Много счастья, что я знаю, где она родилась и от часа до часа приходит на ее гроб и любит с ним поговорить на тамтом мире. Я еще живу счастливее. Так что, ну, она действительно жива, знала ее историю. Подзивила мэржа в этой часе, потому что он был ее мать до смерти. И я желаю сейчас слушать ее награния или песни на песках, или, помимо того, что был финн нахрекционный в Зв. Родецком, но я желаю все повторки, которые получили в ПО. Так как сказал Степан Рахоў, что-то, чтобы сказать о Анне Герман, то будет за мало. Она была прекрасной вокалисткой, прекрасным человеком. Она была человеком однажды, независимой характерной. И богатство ее репертуару, который может не так известен, но если кто-то задает себе не то труды и посчитает, то действительно «Повала на колнах». Песни в языке польский, в языке русском, в языке неаполитацком. Была, как кто-то сказал, помостом между народами. Вообще-то единственная польская песня, которая творчество выкростила, в зависимости от границы России. Сегодня, когда мы шукали взорки, когда мы смотрим на поколение современных выполненных выполненных, мы считаем, что ее человек может быть такой светлительной слугой для многих современных поколений и будущих. Так что большая человек, больший характер, больший talent, человек независимой добрости. Все, что она делала, было натуральное, ничего не могла учить. Все, что она была дана от Бога. Так как «Пятная цель», как когда-то с директором Богдановичем говорила, каждый gest, каждый усмех, все, что она делала. Так что помните о ней, потому что это наш большой скарб, скарб многих народов. Я приехала на группу Анны Герман уже несколько лет, несколько раз до года. Я вспомнила Анну, когда она выступала. Я вспомнила ее только в телевизии. Я никогда не узнала ее лично, чего я очень жалую. Но тогда не было таких информаций, когда выступала, когда выступала. Я узнала это обычно немного поздно, уже в вывесах или в телевизии. Я люблю ее песни, я люблю ее голос, ее личность, которую я чувствовала из этих песенок. И, по-за-тем, когда Анну познакомила, увидела ее в телевизии, она для меня лучшая песенка и только ее прожила слушать. Я купила все ее прожила. И, по-за-тем, всегда, когда выступала только в телевизии, я хотела посмотреть программ, в котором выступаю. И еще тогда, когда я заметила, что выступаю в телевизии и будет данного дня, я считала, что этот день будет для меня на счастье. Анна Герман является для меня песенкаркой, которая всегда будет жить в моей памяти, потому что ее голос дает такое укошение. Я всегда, когда переживаю какие-то тяжкие хвили, когда мне плохо, я знаю, что голос Анны Герман может мне вправить в хороший настроение и песенки Анны Герман всегда будут мне помочь. Я известна Анна Герман от 13 года. Первый раз ее услышала в телевизии, она на мостике была красивые такие голоса. И я спросила моего тата, кто это? И мой тата сказал, что это Анна Герман, которая была в Голосе. И тогда она начала мою фасцентрироваться с ее фасцентрированием. И ее красивым голосом. И я начала собирать разные артикулы о ней, песенки. И так продолжается до дня сегодняшнего. И когда-то... И когда-то... И когда-то... И когда-то... И когда-то... Ну, до дня сегодняшнего, то есть примерно 40 лет, примерно 40 лет. И... И замерзала мне быть на гробе Анны Герман. И на нашей класе. И написала, что у меня такое желание быть на гробе. И скотатировала меня с коллегантом, Зелом Страбухом. И она вот... И приехала до Варшавы, и мы приехали. И от 6 лет я на гробе Анны Герман. И с 6 лет уже ездим. Ну, вместе. И я думаю, что... Люди себя смешали, а также смешали. Так, сила... И склонялись. Правда? Она очень милая и чинная особа, правда? И кто-то спросил, и увидели, и сила. Но... Но... Без патта, мы не знали, что мы принесли, что мы принесли. То есть, что мы принесли, что мы принесли. Да. Потому что Анна Герман всегда была милая, милая для людей, правда? А что у вас, в общем-то, в Анне Герман, как вокалисты, как шпивачцы? Мы любим ее слушать. И Косенки, жена любила слушать, мама любила слушать, и Кипуре. И Кипуре. И Кипуре. И Кипуре. И Кипуре тоже помню. И Кипуре. И Кипуре тоже помню. Такие самые часы, когда в Силе Невесе. Чтобы не коммуна, чтобы была очень сленна с Утро, и не умирала бы так, как у мамы. Ну, это уже лос, так, демократно. Чтобы было бы иная опека, было бы иначе. То есть, что-то, что-то, что-то. Но она шпивала до последнего, надо сказать. Уже была хора? Да. Она не шпивала, когда шпивала с песенки, склонялася и не убежала. Да. Потому что ноги были вспыхнуты, не могла стоять, а в последний концерт на Угру сидела, а не шпивала. Так что, она Герман, это великое артистское, великое вокалистское. Для меня, особенно, Анна Герман это необычное, великое имя, он великое обоснование бесконечное. Он великое крючbe. рамке и человечестве. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»